7 февраля в здании областного правительства состоялась видеоконференция с участием заместителей глав районов Омской области, а также представителей Минспорта, Минздрава и Минобразования. На повестке дня вопрос внедрения на территории нашего региона Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Проведение данного совещания обусловлено недовольством работой в подготовительном периоде внедрения комплекса ГТО, который закончился 1 января 2017 года. На сегодняшний день центры тестирования ГТО созданы во всех районах области. Сейчас основная задача – обеспечить их эффективность, решить юридические и кадровые вопросы, а также сделать все возможное для их технического оснащения. О юридических тонкостях приведения в порядок учредительных документов и нормативно-правовых актов центров тестирования участникам встречи рассказала заместитель начальника управления правового обеспечения Минспорта Мария Стукова. Решение о создании центра тестирования оформляется правовым актом учредителя. При этом учредитель в рамках своих полномочий определяет источник финансового обеспечения деятельности центра тестирования, структуру, штатное расписание, порядок наделения имущественного центра тестирования. Кроме того, в рамках встречи были рассмотрены вопросы финансирования. Глав районов призвали выделить из бюджета деньги на поддержание работы центров тестирования и их материально-техническое оснащение. Также важная роль была отведена особенностям медицинского допуска граждан к выполнению норм ГТО. На прошлой неделе, в среду и в четверг мы провели наше видео-селектное совещание с детской службой, с взрослой службой, где мы уже все детально отработали. Поэтому сегодня у нас уже главные врачи, они не пришли первый раз услышать, все вопросы они задавались. В рабочем порядке какие-то моменты еще-то согласуются, но определенный уже алгоритм работы, что, когда и где мы делаем. Поэтому взаимодействие сегодня в каждом муниципальном образовании должно быть полное. Друг друга слышать и друг другу идти навстречу и помогать. В ряде районов было отмечено немало положительных моментов, среди которых можно выделить то, что ряд муниципалитетов не стал дожидаться особых распоряжений, сумев организовать работу самостоятельно. Так, в Тюкалинском районе администрация уже выделила деньги на приобретение винтовок для стрельбы, одного из основных испытаний комплекса ГТО. Я максимально вместе с коллегами попытался расставить те приоритеты, которые необходимы. Это, прежде всего, достучаться до районов муниципальных, что эта задача, она общая, большая и многолетняя. Большое спасибо хотел сказать коллегам и с Министерства здравоохранения, и с Министерства образования, что они включились в этот процесс. Именно так вот, используя свой инструментарий, свою законодательную базу, для того, чтобы спокойно на вот этом стартапе объяснить людям, что от них нужно. И как это делать правильно. Комплекс ГТО нацелен именно на повышение здоровья и сохранение здоровья населения нашей большой необъятной страны. Для того же, чтобы стимулировать процесс развития центров тестирования в районах, в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта планируется проводить конкурс по реализации комплекса ГТО, который будет учитывать срез основных показателей, а также качество просветительской работы в районе. Для лидеров конкурса будет разработана схема поощрения.